У семидесяти процентов детей. У семидесяти. Задумайтесь людям. Хочется кричать об этом. Поэтому давайте просто возьмем и проследим путь от того, как вообще формируется ребенок. Для того, чтобы он родился, нужно до что-то создавала пара. Сейчас каждая семейная пара, каждая седьмая семейная пара имеет бесплодие. И один из факторов, это дефицит витаминов. Даже самая фолиевая кислота. Почему ей возникает дефицит? Это очень просто. Первое. За пять лет на 30% уменьшилась ее в растениях. Это раз. Второе. Она не может депонироваться. Она не может накапливаться в человеческом организме. Это два. Для того, чтобы эта фолиевая кислота как минимум попала в организм, продукты нельзя химически обрабатывать. 90% продуктов просто теряют этот витамин. А что такое фолиевая кислота? Да? Это синтез белков. И это ответственность за сохранение и передачу генетического материала. Проблема с забеременеть есть? Есть. Витамины могут решить эту проблему? Уже могут. Возникает вторая проблема. Женщина забеременела. Все прекрасно знают там. То, что фолиевая кислота очень необходима таким женщинам. Да? И если вдруг нехватка витамина, что происходит? Плотство. Два зайчьи упа. Патология нервной системы. И это очень часто сейчас встречается. Сколько детей сейчас рождают? Сейчас даже среди дошекольников и шекольников 50% деток, 50% уже с хроническими заболеваниями, уже ибо с физическими дефектами. Куда мы катимся? Знаете, я нашла одну хорошую фразу, что не страшно умирать просто так. Страшно умирать, не обучаясь, не знать чего-то, не развиваясь. То есть наша душа приходит, в принципе, в жизнь для чего? Для того, чтобы чему-то обучиться, понять, получить опыт и идти дальше чему-то учиться. Для того, чтобы учиться, нам уже нужно идти витамины. Потому что эти витамины группы В все прекрасно знают. Даже в поражении нервной системы вы обращались к невропатологам, и вы получаете, что? Поколите, пожалуйста, витамины В, попейте витамин С при прослуке и так далее. Теперь по поводу того, что насчет того, что поколите и попейте. Например, знаете ли вы о том, что существует такое понятие, как изомеры? И, например, витамины Е – это не просто витамин Е. Это как минимум 8 изомеров витамина Е. Если вы покупаете синтетические витамины, то о чем можно говорить? Сколько там изомеров? В лучшем случае один. Остальные мы не получаем. Если вы покупаете аскорбинку, там только один изомер аскорбиновой кислоты. А знаете ли вы, что если аскорбиновую кислоту принимать с такими препаратами, с нашей точки болезненными, болезненными, как медь, о которой доктор предплитолог указывал, да, и как железо, то будет бомба. То есть это будет ровно противоположный эффект. То есть витаминация начинает становиться оксидантом и разрушать. Разрушать наши клетки. Поэтому, почему я еще раз повторю, я выбрала именно эту компанию. Потому что здесь не просто витамин С, а витамин С в натуральном виде, связанный с клаваной витамином, который будет препятствовать тому, чтобы это все, все в клеточке разрушались. И это очень важно. Еще что мне бы хотелось сказать. В составе витаминов не просто витамины, как мы привыкли себе представлять. В детских витаминах очень хороший, очень хороший составляющий компонент называется инулин. Что такое инулин? Инулин это по сути растворимая клетчатка. Что делает растворимая клетчатка? Первое, хороший стул, да, то есть нет забора. Это первое. Если вы возьмете взрослый кишечный стабиль, например, то если его растянуть, то это величина будет футбольного поля. Если взять детский, то это величина 1,1 футбольного поля. Если, естественно, в этом, в 1,1 футбольного поля нет нормальной перестантики, нет нормального движения, то что становится? Вниет, бродит и так далее. Поэтому инулин важен с этой стороны. Инулин важен нам для того, чтобы быть преобиотиком. Это так называемое вещество, которое питает полезные бактерии. Те, которые нужны на каждом нашему организму. И о них чуть позже под расскажу. И третье, что делает инулин, это способствует всасыванию кальция и магния в нашем кишечнике. Это в составе детских витаминов. Спасибо. Ну, скажите, на что перейснуть? На что перейснуть? На что? Что? Спасибо.